Добрый день! У микрофона Ольга Болезина, и у нас сегодня в гостях представители Кировского областного государственного бюджетного учреждения Центра сельскохозяйственного консультирования Кливера Нечернозимия, директор Центра Николая Колпачиков и юрисконсульт Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кировской области Алена Баджусь. Добрый день! Добрый день! Мы встречаемся с вами в конце декабря. Кажется, что, наверное, сезон закончен у фермеров и в сельском хозяйстве, но, наверное, нет, но итоги подводим в конце календарного года. Но прежде чем рассказать о том, чем занимались в этом году, давайте напомним слушателям коротко, да, вообще Кливера Нечернозимия и Центра компетенции, что это за организации, чем вы занимаетесь. Наше полное название организации – Центр Кировского областного государственного бюджетного учреждения, Центр Цельскохозяйственного консультирования, Кливера Нечернозимия. Наше предприятие создано в 2009 году. С 2019 года создано структурное подразделение в нашем учреждении. Это Центр Компетенции по поддержке и развитию малых форм хозяйствования в Кировской области. Вот такие взаимоотношения. Это наше подразделение. Работа мы все вместе в соответствии с государственным заданием, которое нам доводит, утверждает наш учредитель. Это Министерство сельскохозяйства и продовольствия Кировской области. Это задание на сегодняшний день у нас выполнено. Оно состоит из 4900 консультаций. Из них, которые 3500 оказали консульционных услуг сельхозпроизводителям крупным и средним. И 1400 консультаций. Это оказывает у нас Центр Компетенции. Ну и те же специалисты, технологи, которые в Центре консультирования ВИКЦ Клеверания Черноземья, они также работают с малыми формами. Это агрономы, зоотехники, ветврач. Вот такой механизм у нас, будем говорить, сотрудничества. А про консультации расскажите, о чём вы рассказываете, с какими вопросами к вам можно прийти и приходят? Ну, во-первых, большая часть консультаций, наверное, это процентов 80. Это технологические консультации по вопросам развития растеневодства, животноводства. Ветеринарный врач есть у нас в штате сейчас. То есть с проблемами можно прийти, да, у нас? Можно прийти с проблемами. Ну и наши специалисты, когда выезжают в сельхозпредприятия, к фермерам, в сельхозкоперативы, они, значит, самовыявляют эти проблемы, решают их своевременно, обсуждают пути их решения. С тем, чтобы самая задача нам поставлена повышать эффективность сельхозвязиственного производства как крупных, средних и малых сельхозорганизаций, предприятий, крестьянских, фермерских хозяйств. Так, а приходят с чем? Ну, к нам сейчас не только приходят, очень часто много... Да, и приезжают. Да, и приезжают, и по телефону звонят. Сейчас, значит, в связи с пандемией и общением видеоконференцсвязи у нас регулярно проводят конференции. У нас платформа своя, вебинар есть. И это, значит, ну, наверное, по две, как минимум, в месяц это может любое, значит, само сельхозтовопроизводитель области. Мы своевременно посылаем ссылки в районы, конкретно предприятиям. И через общение, через вебинар задать интересующие вопросы, пригласить к себе на предприятие крестьянско-фермерское хозяйство наших специалистов. А есть какие-то вопросы, которые актуальны, вот именно, не знаю, там, в пандемию или в 2021 году? Или, например, зимой? Ну, вот, что сказать, сельскохозяйство? Ну, вот, есть отрасль растеневодства, она хоть, говорят, только летний период, но эти зимой и семена подготовка, подготовка специалистов. А отрасль животноводства – это круглый год, посевная уборка. То есть круглый год возникают различные вопросы, которые необходимо решать сельхозпроизводителям. Ну, то есть, получается, там, они же, у них есть опыт, они работают годами, но все равно возникают какие-то, а не с чем связаны вот эти вопросы? Ну, процесс обучения, он бесконечен. Вот, то есть, ну, и видите, вот, общаясь с руководителем, с предприятием, в мир ушел недавно Ростляков Николай Николаевич, он много лет отработал, он сказал, вот, я отработал, примерно, 40 лет руководителем, ни одного года не было, чтобы один походил на другого. Каждый год носит свои коррективы, вот, допустим, год когда-то сильные осадки, вот этот год ряд районов сильно засушило, то есть, это все требует определенных подходов к решению проблем и в растеневодстве, заготовке, кормов, допустим, и в животном отце там возникают соответствующие проблемы. Дело в том, что вот по животному отцу обычно сельхозпроизводителям называют две проблемы техническое перевооружение и кадровая проблема. То есть, с тем, что недостаток кадров приходится внедрять механизацию, автоматизацию, вот, тоже вот пример привести, к примеру, путь Ленина, до приема, вступления их в агрофирму, в молочный комбинат, порядка было 70 тракторов. Сейчас эти площади обрабатывают 7 тракторов. То есть, в животном отце, вы знаете, у нас области, есть все передовые технологии, которые, ну, есть мировая тенденция, те же роботы, те же доильные залы. Вот сейчас строится в Октябрьском прямозаводе ферма, значит, роботизированная доильная, значит, установка, карусель с роботами. Это третья вообще в Российской Федерации. Вот, то есть, ну, и в других, в многих хозяйствах есть, многие технологии внедряются. Наша цель, что эти технологии изучать и внедрять их в другие хозяйства, в сельхозпредприятия, фермеры, чтобы этой информацией пользовалась. Преимущество наших специалистов, то, что они имеют возможность участвовать в различных обучающих мероприятиях, которые разные проводят организации, фирмы. И в ряде сельхозпредприятий такой возможности нет, потому что количество специалистов ограничено, они выезжать не могут, а наши специалисты, значит, имеют большой кругозор, запас знаний, которые мы пополняем постоянно. И с этими знаниями мы работаем, значит, с сельхозпределителями области. Вот как раз вы мой вопрос про специалистов и предупредили, да, и хотела спросить про компетенции. Вообще компетенции в последнее время модное слово, можно сказать, да, и вот как раз недавно центр появился, отдельно выделенная структура. Чем занимается она? Вот, Владимир, да. Наш центр компетенции занимается консультационными услугами, прежде всего в грантовой поддержке, вообще в государственной финансовой поддержке, которую предоставляют из областного бюджета, либо из федерального бюджета. Вот, например, у нас с 2019 года грант «Агростартап», который предоставляется гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, либо крестьянско-фермерским хозяйством, индивидуальным предпринимателям. В этом году, в 2021 году, рекордное количество участников подали заявки на участие в данном конкурсе. Это 26 участников у нас было. Был большой конкурс, очень интересны были проекты. Но в итоге, конечно, победили 11 человек. Расскажите о проектах, которые победили. Не знаю, что запомнилось. Да, конечно. Три проекта. Это было по овцеводству. Дальше, ну, разведение молочного мясного КРС. И были, есть еще по разведению птицы, птица, рыба и земляника. То есть это новое направление, да, в этом году даже это поддерживается уже на федеральном уровне. Поддержали и в нашем регионе этот проект. Я боялась, что вы скажете зеленый лук. Чеснок. Скажу чеснок, потому что, да, это как-то тоже близко к такому мелкому растеневодству, я бы сказала, да. То есть с земляником вместе с чесноком все это тоже актуально. И даже отдельные проекты были про чеснок. То есть только чеснок. А победителей как вы выбрали? Победители выбирают комиссия, конечно же. Рассматривают сначала бизнес-планы. Далее рассматривают вообще самого участника. То есть есть ли у него какие-то ресурсы свои, насколько серьезно он к этому отнесся и к написанию проекта, и насколько он действительно будет развивать и будет развиваться его хозяйство. по многим критериям, но получили лучшие, так сказать, из 26. То есть было из кого выбрать, получили лучшие. Ну, на наш взгляд. И мы все надеемся, что они оправдают наше доверие, ну и свои ожидания они тоже как бы оправдают. Как я понимаю, вы оказываете консультации на этапе и подачи каких-то документов, потому что, ну вот допустим, агро-стартап тоже. Понятно, что это, скорее всего, люди начинающие. Начинающие, да. Обычные селяне, как говорится, то есть жители сельских территорий, которые проживают на сельской территории Кировской области либо на территории сельской агломерации Кировской области, просто подходят и говорят, я хочу поучаствовать в конкурсе. Все, теперь он наш человек, и мы ведем его от начала до конца. От того момента, как он захотел, собираем вместе документы, ну как вместе, не руками, а то есть консультируем, какие документы, дальше консультируем, как по написанию бизнес-плана, но самое главное, он свои мысли, все свое выкладывает на бумагу сам, мы на этом настаиваем, потом просто корректируем какие-то цифры. Корректируют также специалисты наши, то есть, соответственно, если это животноводство, это зоотехники корректируют бизнес-планы, растеневодство, агрономы, ветврач, также бухгалтер у нас есть, корректируем. Ну и по исполнению тоже смотрите. Да, и по исполнению, да. То есть я им говорю, что мы вас доведем вплоть до кабинета, как вы будете сдавать документы. То есть дают они документы Министерства сельского хозяйства и продовольствия, все, мы доводим их до кабинета, они сдают, дальше мы болеем за них, когда они защищают свои бизнес-планы, очно ходим, если это проводится заочно, то, конечно, заочно мы это все смотрим. Очень отрадно, когда побеждают непосредственно те, которые с нашей подачи в ферме, то есть физические лица, да, то есть, получается, граждане побеждают. В этом году, по-моему, если мне не изменять память, было 3 или 4 человека, то есть те, которые мы ввели от и до. То есть, ну, отрадно то, что не прошло зря наше время и наши труды совместные. Ну, и потом у нас в течение года, ну, и как мы всех предупреждаем, в течение 5 лет мы будем вашими верными друзьями каждый день, ну, еженедельно созваниваемся, это как бы обязательно. Ну, а если там какие-то возникают у них вопросы, естественно, они, соответственно, нам и звонят, потому что, в принципе, как бы этот человек, фермеры, они как новички, некуда им обратиться, соответственно, у них нет, например, своих либо агрономов, либо зоотехников, они обращаются тоже к нашим специалистам, также и с юридической точки зрения, если какие-то есть вопросы, также к нам обращаются. Ну, консультации проводим, помогаем, но в рамках государственного задания. Вот, как я понимаю, это государственное задание, то есть получается, что для фермеров и других сельхозпроизводителей это бесплатно? Совершенно верно, это все бесплатно. Заключаем просто соглашение о том, что не против ни одна из сторон, и все, все остальное мы все делаем совершенно бесплатно. Да, грантовикам. Ну, вот мы уже начали, получается, про итоги года говорить, да, про грант агро-стартап. Сколько вообще всего грантов и вот других там финансовых поддержки от государства проходит через там центры компетенции или через клевера, а не черноземья? Ну, скажу тогда про центр компетенции. Ну, не с нашей подачи, а мы, как бы, консультируем по грантам агро-стартап, грант на развитие семейной фермы, а также есть гранты на поддержку сельскохозяйственной кооперации. Это грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Также предоставляются субсидии для тех же кооперативов, потребительских кооперативов. Вот, как бы, вот такой, ну, небольшой, может быть, круг, но вот такие вот мы оказываем консультационные услуги вот в рамках вот таких вот грантов. Ну, добавить то, что все фермеры, сельскохозяйственные производители, кроме грантов поддержки, там еще порядка свыше 20 видов различной поддержки. Тут и пагектарно, кто молоком занимается, есть направление зоно-реализованного молока, тут и льготные кредиты. Это идет, как бы сказать, по линии Министерства сельскохозяйства. Они, хоть и малые формы, хоть и средние, хоть крупные предприятия, они, значит, имеют возможность воспользоваться этими видами поддержки. Ну, и вот последнее было изменение, вот эта пагектарная поддержка, она именно рассчитана на малые и средние предприятия. Крупные предприятия этой поддержки не получают. То есть там много видов различной поддержки. Кто-то племенным животноводством занимается, какие-то средние предприятия, допустим. Есть кредиты инвестиционные, значит, под льготный процент. Есть краткосрочные кредиты. Вот эти все, значит, сельскохозяйственные производители, они могут воспользоваться этими видами поддержки. Через вас? Нет. Там через Министерство сельскохозяйства, там напрямую. Мы занимаемся непосредственно, чтобы организовать участие в грантах. Начинай, агростартап, семейная ферма, на развитие материально-технической базы кооперативов и, значит, самовозмещение затрат с сельскохозяйственным потребительским кооперативом, ну и различные технологические консультации в период исполнения бизнес-плана, о чем сказала Алена Дмитриевна. То есть вот пять лет идет, пять лет мы проводим мониторинг, постоянно исполнение этого бизнес-плана, потому что деньги налогоплетельщиков, они, значит, сам они должны быть эффективно использованы. Вот наша цель такая, чтобы в этом направлении Центр Компетенции с этой целью создан. А как Вы оцениваете, насколько эффективно пользуются грантами их получатели за этот период, что сейчас есть Центр? Ну, сельскохозяйство, вот я Вам говорил... Приходится кого-нибудь, а-та-та. Нет, там что, если, значит, какие-то, там доведены целевые показатели, то есть воло производства продукции, реализация ее на определенную сумму, там есть показатели приема работников, что агросартап, что семейная ферма, что кооперативы, ну и ряд других показателей, которые, значит, характеризуют их финансы. То есть если по каким-то причинам не удалось выполнить получателю гранта эти показатели, он имеет возможность два раза обратиться в Министерство сельскохозяйства с просьбой корректировки. То есть, ну вот условно взять, картофель в прошлом году, допустим, в ряде не уродился, не буду называть, они перенесли, в этом году они эти показатели восполнили, потому что сработали более удачно. Есть коронавирус, знаете, есть тоже причины, люди заболели, не смогли что-то сделать своевременно. Это все рассматривает комиссия, а та же комиссия, которая выделяет это, определяет победители грантов, они победители выделяются, значит, по баллам. Там есть целая система, и за определенные показатели присваиваются баллы. Там 15, по-моему, начинающих агростартап, и до 30, по-моему, баллов – это семейная ферма. То есть вот комиссия очень, будем скрупулезно рассматривать бизнес-планы, заслушивать самого то, значит, сельгоспроизводителя или лично подсобленное хозяйство, или крестьянское фермерское хозяйство. Вот в комиссии входят авторитетные представители, министерство сельскохозяйства, сельхозакадемии, фермеры входят туда, тоже есть в эту комиссию. То есть те люди, которые непосредственно знают это досконально, виды эти деятельности. То есть мало имеете желание заниматься чем-то, а надо еще и уметь обладать даром убеждения, получается? Нет. Первое, то, что иметь определенные ресурсы, чтобы участвовать. Вот там же софинансирование, значит, 3 миллиона, ну, условно, у нас так где-то выделяется, там до 6, возможно, агростартап на различные виды деятельности, на 10% софинансирование, от 3 миллионов на 300 тысяч. Если, допустим, семейная ферма, ну, условно, до 300, до 30 миллионов там возможность получить гарант, но там опять уже другого условия, что 40% на софинансирование. То есть он участвует, но он же и своими деньгами, и своими средствами. И более ответственно подходит. Да, более ответственно к этому подходит. Ну, и потом, если не выполнит, ну, вполне возможны такие случаи, хотя нет, это не системно никак, там же, там взыскивается все это дело в полной мере. Да, я хотела еще дополнить. Пожалуйста. Чтобы как раз не получилось вот это а-та-та, на начальном этапе, когда к нам приходят и говорят слово «я хочу участвовать», мы всегда говорим, вот вы сначала, опять возвращаясь к тому, что я уже сказала, вот вы сначала свои мысли положите на бумагу, а мы их скорректируем, чтобы они были действительно правдоподобные. И поэтому мы всегда говорим, пишите сами бизнес-планы. Потому что вот что вот напишите, вы же больше знаете о своем хозяйстве, вы больше знаете себя, свои ресурсы знаете, свои возможности знаете, как никто другой. Поэтому для того, чтобы не было ничего такого, мы всегда говорим, пишите. Приземлять приходится. Приземлять приходится, приходится. Каждого, каждого. Что в 2021 году было новым у вас в работе? Наверняка же происходит, да? Каждый год очень много нового. Вот, допустим, маркировка молочной продукции. Нас вот пришлось включиться. Вот Алена Дмитриевна занималась, информировала. Собирали, значит, самые различные эти, будем говорить, видеоконференции. Значит, выезжали на место, документы давали по этой, по маркировке. Ну, что было несколько этапов. 1 июля, по-моему, да? Потом 1 сентября. И продукты, которые охранятся меньше 40 дней с 1 декабря. Ну, вот фермерам сделано определенное, которые реализуют свою продукцию через маленькие магазины свои, там магазины какие-то. Им еще на год продлили, значит, введение обязательной маркировки молочной продукции. Но так-то она вот идет полным ходом. Что еще нового в этом году? Ну, вот сейчас система зерно внедрятся. Тоже наши агрономы. Это учет движения всего зерна продовольственного и фуражного. Семенного там отдельный учет. Это тоже надо какую-то систему закупить? Это, да, есть такое программное обеспечение. Вот в этом году, значит, сама школа фермеров, значит, была организована, вот, значит, сюда приглашали сироту, не знаю, или было, не было у вас. Да, был у нас в гостях даже. Вот, ну, и в этом мы тоже свои лепту внесли. Вот вчера наши, значит, консультанты выступали перед школой фермеров, доводили, значит, меры государственной поддержки. Ведь, ну, каждый год что-то новое есть. Вот, допустим, ягодами не занимались, решили заняться ягодами. Про чеснок почему говорят? Вот, оказывается, китайский чеснок, он не идет никуда в консервацию, никакие пищевые продукты. Вот, поэтому... Не подходит. Поэтому, значит, есть некоторые предприятия, они пока в грантах не участвовали, но, значит, на серьезные объемы производства чеснока в Кировской области замахнулись, будем так говорить. Ну, что-то еще, может, вы что-то дополните. Про школу фермера вы сказали. Знаете, мы так с вами... И с самого начала сейчас вообще уже просто практически подошли к столу, да, к тому, ради чего, собственно, и работает весь агропромышленный комплекс Кировской области. И Новый год у нас с вами скоро. Пожелаем чего в следующем году коллегам и подопечным, или как вы называете, ваших партнеров, которые сотрудничают с вами в плане консультации и получают... Ну, во-первых, сказать всем добрый день, уважаемые радиослушатели. Очень приятно в такой авторитетной компании, как Эхо Москвы, значит, выступать и ответственно. Но мы от всей души, вот, лично от себя, от коллектива, от консультантов, разрешите всех радиослушателей поздравить с наступающим новым 2022 годом. Там год быка, это сельхозяйственное животное, будем так говорить, оно используется. Тигра. А по славянскому календарю... Мы же славяне, ребята. А что, мы запаздываем за Китаем, что ли? Нет, у нас золотого быка какой-то по славянскому календарю. Бык этот. Этот бык. Да. Ну... Почему не этот? Бык сейчас... Ну, ладно, потом уберёте. Ну, особенно, конечно, хотелось им поздравить тех руководителей, специалистов, работников агропромышленного комплекса Кировской области. Поблагодарить их за работу устойчивую, пожелать им крепкого здоровья, успехов, настроения хорошего, как говорят, ясного солнышка, голубого неба, большого молока и хлеба. Всем крепкого здоровья, удачи и совместной нашей работы. С Клеверами, Нечерноземья. Вот на этих прекрасных словах про солнышко и про хлеб будем заканчивать. Спасибо. У нас в гостях были директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения Центра сельскохозяйственного консультирования «Клеверами Черноземья» Николай Колпасчиков и юрист-консульт Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кировской области Алена Батюс. Спасибо вам. Вам спасибо. Спасибо.